Без учёта мнения Украины, Украина уже объявлена территорией, где вот-вот начнётся война, начнутся боевые действия. Ну и тут просто-напросто вопрос к российскому руководству. Конечно, если Российская Федерация позволит себя втянуть в конфликт, последствия могут быть самые разные. То есть тут уже всё зависит просто от решительности действий российской стороны. В американских исследованиях, которые я читал на эту тему, там разного рода аналитическая публицистика и так далее, значит, речь идёт о том, что Украина должна стать для России вторым Афганистаном. Но могут события развиваться и по-другому. Вот если будет вооружённая провокация на Донбассе, то Российская Федерация может сегодня, кстати, в Государственной Думе рассматриваться вопрос, это очень важно, значит, о возможности признания Луганской и Донецкой народных республик. Я думаю, что может и не быть категоричного решения, вопрос может быть поставлен на паузу. Но это один из ответов в случае, если США и НАТО гарантии по безопасности не дадут и продолжат нагнетание обстановки. А пока именно этот сценарий реализуется. В этой связи может быть признан суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. В случае украинской военной провокации, значит, российские вооружённые силы возьмут под защиту эти государства. И, в общем-то, вполне их территория может быть расширена до административных границ Луганской и Донецкой областей. Это один из сценариев. Другой сценарий предполагает военный разгром украинской армии и проведение в Украине, естественно, под гидой Российской Федерации, возможно, и Республики Беларусь, как военного союзника России, президент, недвусмысленно дал понять, чью сторону мы будем занимать в этой конфликте, свободных, прямых, свободных выборов, из которых будут исключены разного рода нациствующие, значит, и бандеровские элементы. Вот этих политических сил просто не будет. Значит, с ними будут разбираться как с экстремистами, будет проведена деноцификация, будет проведено полное всестороннее расследование преступлений Майдана, включая роль иностранных спецслужб в организации государственного переворота. Значит, будут осуждены, наконец, виновные в убийстве 16 сотрудников милиции, о чем забывают все почитатели, так называемые Небесные Сотни, ну и, конечно, по тем 64 человекам, которые погибли из числа протестующих, также необходимо провести расследование и, наконец, дать ответ, кто же по ним стрелял. Собственно говоря, с чего все и началось. Мы ведь знаем, что судебный процесс в отношении сотрудников спецподразделения «Беркут», которых несколько лет противоправно держали в тюрьме, закончился ничем. Их вину в расстреле протестующих не доказал украинский суд при всей ангажированности и давлении националистической вот этой вот массы на, значит, мнение суда. Значит, вина была не доказана, сотрудников освободили. Вот. И еще один момент, конечно, всестороннее расследование военных преступлений на Донбассе. Вот их признавала даже украинская военная прокуратура, например, офицеры и командир батальона «Торнадо», добровольческого так называемого, он там раньше как-то по-другому назывался, но последнее название «Торнадо» осуждены, значит, длительным сроком лишения свободы. Преступлений там огромное количество, целая белая книга написана. Вот. Наконец, надо дать правовую оценку по преступлению в Одессе ужасному, когда десятки людей были заживо сожжены в Доме профсоюза 2 мая 2014 года. То есть это все может обеспечить только, значит, свержение вот этой вот клики, которая на настоящем этапе руководит Украиной. Если они решатся на военную авантюру, то один из сценариев, конечно, на мой взгляд, предполагает полную ликвидацию вот этого режима и, значит, проведение в Украине открытых прямых выборов, но без нацистов, националистов и иностранных агентов. Ну, это такой достаточно радикальный сценарий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова